Приветствуем вас, дорогие! В эти нынешние времена хаоса и кажущегося негатива важно помнить, что, несмотря на внешнюю видимость, все происходит в соответствии с Божественным планом. Изменения, которые вы еще не можете увидеть во внешнем, обретают форму на других уровнях, потому что очень многие сейчас пробуждаются к более глубокой истине о себе и в результате добавляют свет в коллективное сознание. Сейчас настало время для доверия, время перестать судить об эволюции мира в соответствии с трехмерными стандартами. Земля – это духовная вселенная, населенная сынами Божьими, Те, кто этого не знает, создают и живут в соответствии с очень ограниченной трехмерной системой убеждений. Живя в физическом теле, окруженном энергиями, двойственности и разделения, человек не может не поглотить некоторые из них. Многие из вас продолжают очищать обеты, обещания и клятвы из прошлого. У большинства из вас была жизнь, в которой вы искренне приняли обет бедности. Вы также добровольно дали обет послушания. Наконец, был обет целомудрия. Вы все еще судите о сексуальности как о чем-то более низком и недуховном, хотя участники приняли эти обеты с искренностью и желанием быть ближе к Богу. Эти же обеты часто представляли собой источник силы и контроля для церквей и тех, кто их возглавляет. Сексуальность – это священная грань бытия каждого человека. Незнание трехмерного мышления, особенно в рамках организованных религий, не извело его до уровня зла, греха и искушения. Для большей части мира сексуальность по-прежнему остается не более чем источником удовольствия и источником заработка, а также чем-то, что следует игнорировать, скрывать и никогда не обсуждать. В эти времена пробуждения сексуальность начинает восприниматься по-новому и более возвышенно, но продолжает представляться через средства массовой информации, фильмы, книги и т.д. способами, которые в первую очередь отражают старое трехмерное мышление. Священная сексуальность преподавалась в древних школах мистерий и высоких резонирующих храмах, как путь, ведущий к более глубокому осознанию своей врожденной божественности. Божественное сознание не является ни мужским, ни женским, а скорее представляет собой совокупность того и другого, как одного. В энергиях двойственности третьего измерения индивидуум является либо мужчиной, либо женщиной. Мужская энергия проявляется как активная, а женская энергия проявляется как восприимчивая, любящая и интуитивная. Когда они сходятся физически, рождается ребенок, новый человек. Но мир меняется. Мужчины открывают себя качеством, которые ранее считались женскими, а женщины становятся более склонными испытывать мужские энергии. Это признак духовной эволюции. В какой-то момент духовного путешествия каждый должен осознать, а затем сознательно привести свой полностью присутствующий мужской аспект в соответствии с полностью присутствующим женским аспектом, позволяя родиться новому и более высокому состоянию сознания. Это совершенное, цельное, божественное Я. В духовном плане, когда человек принимает и соединяет свои мужские и женские аспекты, позволяя этому стать их состоянием сознания, это называется мистическим браком. Непробужденные умы интерпретируют мистический брак просто как секс. Хотя большинство подозревает, что за ним кроется нечто более глубокое. Однако, поскольку реальность, лежащая в основе секса, это мистический брак, священные принципы действительно существуют. Его никогда нельзя принуждать, заставлять, бояться, использовать в качестве средства достижения цели, корыстолюбия, насилия, совершать без любви или уважения, или считать долгом. Люди, которые духовно готовы принять свой мужской или женский аспект, но сопротивляются, часто будут сталкиваться с ситуациями, которые заставляют их это делать. Например, женщина, которая постоянно рассчитывает на то, что мужчина будет принимать решения за нее, может оказаться в результате развода, смерти или каких-либо других обстоятельств, вынужденной делать это для себя. Мужчина, мачо, может внезапно оказаться в ситуации, когда он заботится о ребенке или родителе. Многие сейчас движутся к более высокому осознанию сексуальности и ее более глубокому значению, как мистического брака, и благодаря этому более глубокому осознанию начинают признавать, что они полны и не нуждаются ни в чем, кроме себя. Мы Арктурианская группа Мэрилин Рафаэли